Привет, бойцы! Уже совсем скоро пройдет турнир UFC 261, в хедлайнере которого состоится реванш двух устрашающих тяжей, чемпиона Степи Меочича и претендента Фрэнсиса Нгану. Обзор с видео на этот бой, конечно же, будет у нас на канале сразу же после его окончания, так что подпишись, чтобы не пропустить. А сейчас я предлагаю тебе послушать, на кого ставят звезды UFC в этом реванше. Ставь лайк и погнали! Алексей Олейник, тяжеловес UFC. Нгану может завоевать пояс? Конечно, может. Он уже дрался за пояс, и бой был достаточно близким и тяжелым. Я не думаю, что Степи с тех пор вырос, а Нгану, возможно, поднахватал свой арсенал мощи и техники. Поэтому Степи Меочичу будет тяжело защитить пояс, но и Нгану будет нелегко его отобрать. Александр Волков, топовый тяж UFC. Многое изменилось с их первого боя. Думаю, что шансы 50 на 50. Будет зависеть от плана Меочича. Сейчас Нгану сделал определенные выводы из предыдущего поединка, и Меочичу в прямом смысле слова нужно будет перехитрить своего оппонента. Кертис Блейдс, топовый тяжеловес UFC. Я не думаю, что Меочичу нужно что-либо менять в своем геймплане, когда они встретятся с Нгану во второй раз. Все и так отлично работало, и с трудом верится, что за этот период времени Фрэнсис стал наголову выше самого себя в борьбе. Само собой, их второе противостояние не будет точности таким же, как и первое. Как минимум, Нгану начнет работать аккуратнее, а не бросаться на стипе. Однако, в целом, результат окажется идентичным. Алистар Оверем, как по мне, до сих пор топовый тяж по меркам UFC. Очень тяжело давать прогноз в таком поединке, потому что это два очень сильных бойца. Понятия не имею, кто из них выйдет победителем. Но если все же выбирать чью-то сторону, отдать перевес, то я выбираю стипе. Даже сам Нгану признавал после их первого боя, что он очень хорош. Дэниел Кормье, бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах. Фрэнсис может это сделать, да, и он это сделает. Я думаю, в этот раз Фрэнсис отправит его в нокаут. Если стипе не возьмет долгий перерыв и не даст своей челюсти восстановиться, он проиграет. Он принял на себя слишком много урона за время нашей трилогии. Если стипе решит встретиться с Нганом, то он потерпит поражение. Он говорит, что в прошлый раз продемонстрировал всем мастер-класс на тему того, как победить Нгану. И это действительно так. Однако, во время своей демонстрации он пропустил уйму ударов. Если по нему сейчас или в ближайшие полгода прилетят такие же плотные удары, он отправится спать. Фрэнсис Нгану, претендент на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. У меня осталось двоякое впечатление от поединка с Миочичем. Во-первых, конечно, я был очень расстроен и разочарован тем, что он победил. Любой, кто дерется за титул, хочет выйти победителем. Но, честно говоря, сейчас, оглядываясь на этот бой, я думаю, что хорошо, что все так вышло. Я очень многому научился тогда, потому что, хоть и был на достаточно высоком уровне, чтобы драться за титул, в моем стиле все еще не хватало многого. Перед боем у меня было много вопросов, но после поражения я много вынес для себя. Мне не хватило опыта. Сейчас я смотрю на тот бой и думаю, мужик, у тебя еще 5 раундов, куда ты так газуешь? Зачем было расходовать все силы в первом? Степи Миочич, чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис суперкрутой парень. Он нокаутирует всех подряд и набрал неплохой ход. Но, к сожалению, ему снова придется драться со мной. Это для него не лучший вариант. Он определенно стал лучше, но и я не стоял на месте. Но у меня припасено несколько новых трюков в рукаве. Говорят, что старого пса не научить новым трюкам. Так вот, это ложь. Я многому научился за последние пару лет. Так что результат будет тем же. Я выйду из октагона с чемпионским поясом на талии. And still Тайминг и скорость в основном скорость. Все дело только в ней. Скорость убивает. А это то, над чем мы работали в двух последних тренировочных лагерях. Готовясь к поединкам против DC. Так думают профессионалы. Что думаешь ты? Пиши в комментах. Еще раз напомню, что обзор с видеоставками на самые интересные бои UFC 261 выйдет у нас на канале сразу после его окончания. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Это канал It's Time. Меня зовут Иван Неумин. Будь здоров.